Друзья, всем привет! Сегодня ролик будет не от меня. Вы знаете, у меня есть один хороший знакомый, его зовут Вова. Да, у него не самая классная камера, да, у него не самый классный микрофон. Я его хочу поддержать, я его хочу показать более широкой, так скажем, аудитории, которая есть у меня. Надеюсь, его тепло приметесь. Я думаю, для новичков это будет действительно неплохо, потому что все на пальцах объясняют, показывают, куда, что, как. Больше постарайтесь обратить внимание на подачу и на содержание материала. Приятного просмотра! Ах да, забыл сказать, если хотите его поддержать, конечно же, подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании. Но я надеюсь, что он привык нам к на канал, будет приходить почаще. Привет всем! В этом видео я расскажу, как сделать вот такого вот симпатягу. Вот, что понадобится для сборки. Это рамка Fidget Spinner 95 от Spinner Production. Это отечественная фирма из Тульской области, делает рамки, я решил их поддержать. Кстати, рамку нарисовал Анор Накисов с канала Anikov.pv. А вот и моторчики. Это лютый Sunny Sky 1106 на 6500кв. Они рассчитаны на 2С и на них должны тянуть неплохо. Но есть видео, где на них подают и 3С и они тянут аж полкилограмма. Полкило мощи. Посмотрим, сколько из них удастся вытянуть и мне. Следить за всем будет камера Runcam Nano. Это очень маленькая камера с VDR. Поскольку я буду летать на этом малыше не только дома, а и на улице. Но, в принципе, дома на нем летать не очень хорошая идея, он очень быстрый. Поэтому мне нужен будет VDR, чтобы в солнечный день я не слеп, как курица ночью. Хотя день, ночь, пофиг. Она маленькая. Главное запомнить, что провода должны быть сбоку. Это платка Minikube от E-Chain. Неинтегрированный бузер и приемник FlySky. Да, я пользуюсь FlySky. Напишите в комментариях, что я нищеброд. И главный мозг всей конструкции ZEVS от фирмы HegelRC. Крутая штука, все в одном. Достанем этого красавца, чтобы просмотреть, каков он. Сверху у него находится контроллер от STF32F4, а снизу 4 регулятора. Есть чип памяти для Blackbox и OSD. Я скинул верхнюю пластинку с рамки, чтобы поставить на нее полетный контроллер. Мне не нравится в этом полетном контроллере одна штука. Это вот этот вот коннектор. Сейчас я его отпаяю. Коннектор выпаян. И теперь я припаяю сюда проводки, которые мне не нужны всего. С него мне нужно будет два проводка для бузера. Это бузер минус и питание 5 вольт. Да, и ставьте лайк. Теперь у меня новая камера, которая умеет фокусироваться на разных расстояниях. Е-е-е, лайк. Чтобы узнать, где находятся проводки, используем схему. Вот я тут ее покажу. Она приложена в самой коробочке с Zeus. Вот проводочки припаяны. Теперь с этой стороны мне больше ничего не нужно. Можно аккуратно отмывать флюс и нанести лак для герметизации. Я решил взять лак от Spinner Production силиконом и проверить, как он работает. И сравнить с своим собственным замесом из пластика АБС и пластика 71. Лак нанесен и высох. Вот он блестит. Теперь можно начать установку всей этой конструкции на раму. Моторки распаяны. Теперь буду распаивать периферийное оборудование. Вот здесь большая гребенка с пяточками, на которой все распаивается. Первым буду распаивать приемник. Точнее не сам приемник, а как здесь провода на него повешу. Здесь очень удобно сделано. Есть минус 5 вольт, отдельно вход S-BUS, отдельно вход PPM, отдельно вход для спектрумовского приемника. А также для спектрумовского приемника есть напряжение 3,3 вольта. Вывод на камеру 5 вольт, также земли и вход видео. Видео выход через OSD проходит. И вот видео выход здесь посередине сзади. То есть видеопередатчик можно цеплять сзади. Также здесь два полноценных UART. UART 6, рядышком ножки RX-ITX и UART 3 RX-ITX. То есть если есть еще какие-либо периферийные устройства, их можно будет подпаять сюда. Я сюда буду паять Smart Audio видеопередатчика, чтобы управлять видеопередатчиком через OSD. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая на очереди камера. Это Runcam Nano. Поскольку идущий в комплекте с рамой держатель камеры мне не понравился. Во-первых, он не подходит по цветовой гамме. Во-вторых, здесь есть огрехи печати. Поэтому я сам нарисовал под эту камеру держатель. Правда, он не такой универсальный, как идущий в комплекте. Потому что идущий в комплекте сделан из флекса. Он гнется. И сюда подойдут ноги камеры. Мой же держатель я делал четко под размеры Runcam Nano. Поэтому сюда стоит только Runcam Nano. Ну, так как это было пластиком. И закрепим камеру стильной синей стяжкой. Это EVRF на 5,8 ГГц. Маленький передатчик. Размер он примерно с мой палец. На 200 мВт. Такой мощностью будет за глаза для такого маленького коптера. И он имеет Smart Audio. Ну, заоцените. Правда же няшка. Я немножко полетаю. Спасибо, что посмотрели мое видео. Все ссылки на комплектующие будут в описании. И пока я летаю. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте жмайкать на колокольчик и писать комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok